здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить о замечательном празднике пасхи потому что в этом году как говорят у нас в народе она позднее обычно так в апреле происходит но тем не менее и в мае она тоже бывает и у нас в гостях наш постоянный участник и те которые нам рассказывает и не только технические что ли данные связаны с теми или иными праздниками и обрядами но и просто по головну погружает нас духовную составляющую всех этих событий студии и рей илья семенов член епархиального отдела по издательской деятельности связям со сми настоятель преображенского храма в поселке красково здравствуйте ну начинается наверное история пасха как бы имеет два таких главных но что ли элемента которыми обычно не очень выцеркленные люди интересуются они знают что пасха есть что у пасхи как-то переезжает дата все время что это замечательный праздник и тут можно как говорится покутить особенно те кто не постятся но и есть тема великого поста который тоже рассматривается некоторыми с духовной стороны эти люди которые выцеркленные некоторые думают то и я тоже попощусь для здоровья будет хорошо вот давайте мы попробуем рассмотреть этот вопрос начнем с той самой недели которая у нас начинается до самого пасхального периода сегодня мы находимся уже страстную пятницу не такое особое название и вообще наверное начнем с того что напомним нашим теле зрителям что сама пасха и и подготовка к ней означает но сама пасха это вообще некая цель в данном случае в священном писании в евангелии как-то ученики спрашивают мы читаем там спрашивают христа а где ты живешь он говорит идите и увидите и вот для нас с вами пасха это такая встреча со христом возвращение домой тоже и конечно вот этот подготовительный период к этой цели это собственно и есть весь великий пост и если весь великий пост это но самые такие важные дни в году то в этом великом посту самые важные дни это страстная седмица а в ней самый такой серьезный важный день это великая суббота предваряющая сам день праздника конечно мы должны сказать о том что страстная седмица она по уставу не является постной то есть это уже нечто другое это другой пост то есть конечно воздержание присутствует безусловно и даже усиливается и в пятницу великую пятницу вообще ничего жается ничего еще до поэтому пост усиливается как воздержание но с другой стороны это совсем другой пост это предпасхальный пост страстная седмица это предпасхальный пост великий пост это но такой подготовительный период подготавливающий к встрече со христом прежде всего изначально тех кто собирался креститься и он и возник как некое особенное время когда те кто в принципе были готовы к крещению к ты хумен и которые до этого конечно проходили достаточно серьезная к серьезную катахизация которая могла быть и год и три года даже они наконец-то выходили уже ну как бы на такое завершение подготовки к крещению и это были серьезные дни поста слушание там все-таки назидательных лекций чтений вот и поскольку христианство и церковь это нечто соборное которое предполагает взаимосвязь и сочувствие другому сочувствие не только на словах но и в деле то достаточно странно было бы если бы те кто готовится к крещению постились а те кто их готовит к крещению в этот момент не постились и ели что-то такое поэтому и остальная община тоже начала в это время поститься вот пост представляет собой конечно некое духовное делание вот сегодня мы с вами наблюдаем но не только сегодня в смысле как в сегодняшний день а достаточно давно уже мы наблюдаем то что и пост и праздничные дни подготовка к праздникам они превращаются то есть они становятся номинальными номинальными и символическими с чем связано великий пост но прежде всего с воздержанием от какой-то пищи с чем связано пасха но прежде всего с тем что это воздержание закончилось и можно наконец повеселиться там что-то осветить что-то по красить расслабиться да но конечно дело совсем не в этом дело абсолютно в другом как мы с вами сказали сама по себе пасха это цель и цель именно в этой пасхе сам христос то есть нам нужно вернуться ко христу но если нужно вернуться значит мы где-то нет ни там где он то есть мы потерялись и поэтому вот этот пост это некий путь возвращения и все остальные уже принципы которых церковь используют все те советы которые она предлагает все эти воздержания которые практикуют они связаны именно с этим с попыткой возвращения в данном случае понятно что это возвращение не в какое-то место географическое это не какой-то там определенное место в пространстве не поездка куда это да это духовное место это значит мы потеряли христа в самом себе что-то с нами произошло такое поэтому вот это вроде бы историческое указание на то что пост возник как подготовка к крещению для нас очень важно почему потому что тем самым мы можем обновить свои обеты и крещальные в том числе то есть возвратиться ко христу внутренне понять вообще мы же тоже крещеные мы же крестились для чего перезагрузка своеобразно до должна произойти до возвращение к тому тому светлому и чистому да но поскольку грязи накапливается достаточно много то порой бывает так что эта грязь даже не дает возможности опомниться и понять что ты в этом состоянии и вдали от бога как бы стирается это да поэтому церковь очень мудро предлагает еще до великого поста некие особенные воспоминания подготовительные идеи недели к великому посту которые связаны с различными темами первая тема связана с закием который залез на дерево чтобы увидеть христа но у него было желание его увидеть мы не сможем с вами вернуться ко христу если у нас не проявится это желание но она проявилась а дальше мы понимаем что мы не достойны и следующая неделя подготовительная эта неделя а мы тарея и фарисеи когда нам с вами показывается что ну нормальное состояние человека возвращающегося ко христу это состояние понимание того что ты не достоин что ты не достоин ты не можешь горделиво и лицемерно бить себя в грудь и говорит что я достоин господи я с дремительной да я сделал то-то и то-то ведь фарисей это человек который с внешней точки зрения праведной он делает все что нужно но оправдан больше мытарь они фарисеи это скажем сказано в священном писании сюда мытарство и фарисейство ну да вы поэтому и фарисейство сейчас это некая лицемерия вот следующая память тоже очень важно о блудном сыне который уходит из дома отчего но должен вернуться он должен чтобы чтобы оказаться в себе чтобы прийти в себя нужно вернуться в отчий дом и здесь тоже как бы странная ситуация на первый взгляд добропорядочный гражданин сын старший который все делает для отца вот в итоге оказывается не тем кому отец бросается на шею для кого заколает тельца речь идет не о внешнем каком-то выполнении обрядов речь идет о том что происходит с нашим сердцем и господь как сердцеведец это видит поэтому и подготовительные недели к великому посту и сам великий пост это некое время когда мы можем присмотреться к себе понять что с нами что-то не так и начать возвращаться ко христу очень часто это наше положение вне христа связано с очень многим с нашими заботами с нашими плотскими наслаждениями в которые мы погружаемся и забываем что на самом деле наша душа должна главенствовать они плоть и вот пост показывает что в человеке является основанием вот что является образом божьим потому что иначе мы вернуться никак не сможем вот ну и соответственно конечно потихонечку продвигаясь к этому осознанию церковь всячески помогает великим постом в этом человеку каким образом но очень серьезно меняется богослужение великий пост он действительно нам демонстрирует совсем другой лад совсем другой богослужебный тон мы с вами видим что читается очень много священного писания ветхого завета псалтырь прочитывается она должна читаться в два раза больше на самом деле читается гораздо больше исходя из практики приходских чтений в обычное время постом читается конечно гораздо обильнее больше очень много различных обращений человека к своей душе ну что стоит хотя бы канон преподобного андрея критского который читается на первой седмице поста для того чтобы человек пробудился там такие слова душе моя душе моя что спише конец приближается потому что в этом самоупоение в этом уходе от бога самозабвение и бога забвение мы забываем о том что мы смертные вот тут сделаем небольшую паузу и напомню что эта программа который гостях у нас или илья семёнов члены епархиального отдела по издательской деятельности и связи со сми настоятель преображенского храма в поселке краскова дождитесь продолжения напомним что эта программа открытый диалог у нас гостях и или илья семёнов члены епархиального отдела по издательской деятельности и связи со сми настоятель преображенского храма в поселке краскова который приходил к нам много много раз и спасибо ему за это потому что он как бы расставляет все по местам с точки зрения конечно же такого большого огромного великого праздника которым является пасха сегодня у нас с вами страстная пятница ну и а мы узнали в первой части об этом возвращение назад вот такой вопрос а перед тем как мы уже видимо поговорим о самом подходе к пасхе что сама по себе пасха представляет вот правильно понимаю что вся задача состоит в том что человек по жизни своей благодаря вот этим как вы сказали плотским наслаждением жизненным обстоятельствам каким-то принять принятием решений серьезных важных он действительно отходит от чего-то главного в данном случае теряет некую связь если мы говорим сейчас вот в понятии православной религии от бога от какого-то центра от которого уходить далеко нельзя потому что можно потеряться и пасха является как раз тем способом когда мы как бы говорим но если можем сами себе стоп нужно остановиться опомниться и попытаться немножко откатить назад и по-новому до свою дорогу выстроить это действительно так вот можно воспринимать но сама даже слова пасха оно произошло от еврейского слова песок и евреи тоже празднуют этот праздник и мы с вами знаем что и тайной вечере собственно было празднованием этого праздника другое дело что она стала другим праздником стал евхаристией и здесь очень важный смысл если мы посмотрим на ветхозаветные события то мы увидим что песок это было некая некий переход как бы выход связанные с исходом евреев из египта и была страшная казнь которая должна была коснуться всех первенцев и первенцы еврейские должны были быть помилованы сохранены и в этой связи как раз приготовлялся агнец кровью его мазались косяки дверей вот и ангел который выполнял особую миссию он обходил эти жилища стороной не заходил и первенцы были сохранены в данном случае в случае православной христианской пасхи речь идет о нашем исходе из греха исходит также из смерти но это не просто некое земное спасение эти первенцы они умерли уже православная пасха она нас выводит к воскресению души вот что принципиально важно причем не только тех кто телесно празднует эту пасху здесь но и тех кто уже умер потому что господь иисус христос великую субботу он не сходит в ад в шоу по еврейски и выводит оттуда всех праведников которые там пребывали потому что из рая были изгнаны адам и ева и после этого рая не было то есть было определенное место которое являлась адом там были ну там разные конечно можно сказать а куда были армители вводят из ада в рай прай конечно то есть мол а получается вот такой может быть светом связи с до светский вопрос такой а как они туда попали то или это обязательно сначала не заши туда попадают то есть души всех умерших они продолжают существовать и они должны где-то находиться вот они находятся в том месте которое не является еще царствием небесные то есть до воскресения христова все души были там но по-разному конечно кто-то был на лоне авраамовым вот как лазарь кто-то был как богач который хотел туда попасть и как мы из узнаем из притчи евангельской поэтому там тоже разные места обители разные это конечно такое особое как бы место упокоения душ но в зависимости от их состояния естественно кто-то там мучается а кто-то там не мучается но все равно это вдали от бога воскресение христовым господь выводит но как бы еще до воскресения даже тех кто достоин тех кто достоин до тех кто достоин это каждую пасху происходит субботу так произошло тогда великую субботу но каждую великую субботу естественно мы переживаем эти события здесь исходя из вашего вопроса хочется сделать некое замечание некий комментарий очень важный и великий пост и все праздники христианские православные они не просто некое представление которое должно вызвать какое-то эстетическое переживание и и это как бы не просто какое-то внешнее назидание даже это именно полноценное участие всех в этом событии ну примером тому вербное воскресенье когда всем молящимся в храме раздаются ветви там либо пальмовые либо вербовые вербные для того чтобы даже через осязание мы с вами ощутили присутствие в этом событии встречи христа и к этому как бы присутствие побуждает все богослужение различные чувства наши должны на этом сосредоточиться поэтому вы спросили каждый раз это происходит я сказал что тогда это произошло это происходит происходит то есть нельзя сказать что господь выводит конечно каждую с хороших да да то есть какой-то периодичностью но это событие она уже в вечности мы как бы причащаемся этого события мы становимся причастниками но реально переживая и страсти христовые это седмица который сейчас длится и тот день в котором мы находимся особенно конечно страшный связанные со страстями христовыми с погребением распятием христа конечно это не просто какая-то информация которую нам напоминает церковь нет в том то и дело что мы должны это пережить мы не сможем встретиться со христом встречи со христом они это не встреча с ним из книги какой-то даже пусть красивыми иллюстрациями это встреча внутри себя когда я должен действительно вспомнить что моя жизнь во христе вот мы сказали что вот это великий пост это особая подготовка к крещению а у тех кто уже крестился это обновление обетов и вот это очень важно потому что когда мы крестились мы же с погребались со христом и воскресали вместе с ним в новую жизнь то есть мы должны вспомнить потому что мы забыли что наша жизнь она должна быть во христе христос это тот то основание жизни без которой мы умираем поэтому пасха это ну исключительно радостный и живой праздник потому что он нам напоминает о жизни у нас оживляет мы приходим ко христу и понимаем что мы живы иначе если бы этого не было мы были бы пока погружены в сплошную тьму оторвались бы как бы от силу мы оторвались бы от бытия и от себя то есть мы отрываясь от бога мы отрываемся от себя потому что мы образ божий господь сотворил нас по своему образу но согласитесь людей которые может быть даже опять же я сейчас говорю не а особо выцепленных людях которые четко все соблюдают а хороших обычных гражданных людях которые осознают что хочется перезагрузиться и осознают что хочется иногда но может быть вернуться к истокам каких-то проблем которые с тобой произошли ведь это тоже очень похоже вот мы же понимаем что вот смотря на всю ситуацию которая происходит в жизни каждого человека я уже не говорю в жизни общества что процент людей которые в состоянии вернуться и попробовать начать все сначала обновить так сказать свои цели свои задачи не хочу что их не так много в чем это слабости на может быть и не так много тут важно важно тут не смотреть на других важно самому мы мы говорим о себе тут есть некий совет который я мог бы дать дело в том что я уже сказал что великий пост это изменение богослужения очень то есть создаются тепличные условия как раз для того чтобы почувствовать духом что с нами что-то не так и нам что-то нужно делать поэтому если мы конечно продолжаем оставаться в этом на этой внешней пленке воспринятие поста как просто какого-то неедение чего-то какой-то голодовки хотя голод очень важный смысл поста то мы никуда не продвинемся точно так же если мы будем понимать пасху как только освещение куличей и освещение куличей крашеные яиц и их освещение вот пасха это не это поэтому конечно хочется пожелать всем чтобы постарались побольше в эти дни их осталось немного сейчас уже но может быть на следующий год все-таки на стоящем постараться побыть в храме по присутствовать в храме ведь очень важно когда например ты приходишь в храм а там многократно повторяется молитва ефрема сирина каждое слово который заставляет нас смотреться а я в греховном состоянии и что мне нужно для этого делать и плюс еще ко всему я делаю земной поклон то есть это не шутки это как бы серьезное указание тела на то что должно быть с душой потому что все то что церковь нам предлагает делать телесно она помогает нашей душе если это поклоны великим постом поклонов очень много земных это заставляет нашу душу определенным образом склониться как бы измениться на что-то нам намекает но намекает очень явно поэтому хочется пожелать тем кто хочет приобщиться и к страстным великим дням и к пониманию того что произошло со христом как церковь нам это предлагает понять и к пониманию пасхи нужно почаще и побольше быть в храме постараться ведь раньше например не работали всю страстную седмицу это было странно в эти дни работать но точно так же и светлая седмица это особые дни после пасхи продолжение пасхальной радости продолжение осознания того что христос воскрес и это воскресение есть основание моего воскресения и я это чувствую это не просто опять таки как мы с вами сказали некое внешнее изображение воскресения я это чувствую пройдя через смерть осознав что я умираю начав сам возвращаться ко христу увидев его на кресте познав весь ужас того что я также его убивал и убиваю и вдруг он воскресает и воскресает для меня тоже и для меня это воскресенье и прекрасные слова пасхальный смерть где твое жало от где твоя победа которые мы слышим во время пасхального богослужения конечно это удивительно то есть смерть попирается во мне самом и последующие дни уже после самого дня пасхи светлая седмица это продолжение этой пасхальной внутренней радости не радости внешней там разговения тогда радости именно внутренне это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания м м м м м м Продолжение следует...